Привет подписчикам и гостям канала! С вами Дёва, и сегодня мы прокачаем мой телевизор на кухне. Он совсем старенький, поизносился. Я надеюсь, что вот этот девайс Mitty V-Stick даст ему вторую жизнь. Вот такая крутая коробка. Посмотрим, что внутри. Итак, в комплектацию уходят инструкции, в том числе и на русском языке. Но они сокращенные, поэтому лучше используем метод научного тыка. Блютузный пульт с функцией голосового набора. Дальше блок питания для ТВ-Stick, кабель питания для ТВ-Stick, USB, microUSB, переходник HDMI и сам ТВ-Stick с штекером HDMI, который вставляется в телевизор. Итак, мы готовы к тестированию. Но прежде чем начать, хочу сказать большое спасибо всем, кто подписывается, ставит лайки, оставляет комментарии. Это важно для канала. Так что продолжайте в том же духе, участвуйте в конкурсе. Ссылка на конкурс всплывет вверху экрана. Для тех, у кого возникнут вопросы в процессе подключения, будет что-то непонятно, пишите, задавайте свои вопросы в комментариях, я обязательно вам отвечу. Итак, АИДА тестировать! Итак, подключаем кабель питания к ТВ-Stick с обратной стороны к блоку питания. Кстати, есть в интернете информация, что если у вас в телевизоре есть порт USB в версии выше трех, то вам блок питания не нужен, вы можете непосредственно USB-штекер вставить в телевизор. Но это не точно. Вставляем в HDMI порт телевизора или монитора. Итак, включаем MTV-Stick, определяем путь. Пульт зажал в две клавиши. Так, пульт определен. Выбираем язык русский. Регион Россия. Ждем немного. Пропускаем настройку с помощью телефона Android. Подключаемся к Wi-Fi, вводим пароль. Подключение. Все, подключен к интернету. Немного ждем. Так, используем возможности телевизора. Войдя в Google-аккаунт, переходим на страницу Android.tv.com.setup. На мобильном устройстве я это сделал. Ввожу код 119-828, у вас будет свой. Все, осуществляется вход. Все, я вошел в аккаунт. Все, готово. Немножко подождать, принять необходимые условия, разрешить геоданные. Конечно, поможем улучшить андроиду его систему. Теперь устанавливаем приложение. Я некоторые приложения сниму. Вы тоже можете, если они вам не нужны. Впоследствии некоторые доставим. Они нам понадобятся для того, чтобы установить приложение. Так, пропускаем рекламу. Все, принимаем условия к Xiaomi. Все, готово к использованию. Вот Netflix. Еще приложение есть. YouTube. Можно в YouTube зайти посмотреть. Так, правда, нужно ввести данные своего аккаунта. Так, пам. Рекламу можно пропустить, нажав на центральную клавишу. Пропустить. С YouTube все окей. Все можно смотреть. Все показывает. Теперь установим онлайн кинотеатр. Например, Иви. Заходим в приложение. Так, находим здесь приложение Иви. Можно это с помощью сделать голосового меню. Нажимаете на цветную кнопку. И говорите Иви. Вот я уже нашел. Так, устанавливаем. Нажимаем кнопку установить. Теперь установим два приложения для установки HD Video Box и TV1000. Для этого нам понадобится следующее приложение. Это Explorer и File Commander. С помощью Explorer мы установим приложение с Google Диска. А с помощью File Commander, а с помощью Wi-Fi сети. Так, Иви, видимо, устанавливается. Файл Commander установился. Explorer тоже. Так, теперь зайдем в File Commander. Пропускаем всю рекламу. Это нам не нужно. Додаем все разрешения. Заходим в PC File Transfer. Переключаем ползунок. Теперь на компьютере вводим адрес, указанный на экране. Все, вот он наш внутренний накопитель. Заходим в папку Download. Теперь заходим на свой компьютер и скидываем на TV Stick то, что нам надо. Кстати, TV Stick и компьютер должны находиться в одной Wi-Fi сети, чтобы это все работало. Все закачано. Теперь добавим пару приложений, которые мы установим. Закинем вот так же в эту папку. Это Video Box и браузер Firefox. Переходим в TV Stick. Заходим во внутренний накопитель. Теперь выбираем папку Download, ту, в которую мы скопировали наши файлы. Вот они, наши файлы на TV Stick. Просмотрим видеофайл. Пропускаем рекламу. Привет, подписчики и гости канала. С вами Дюма с обзором китайского увлажнителя от Xiaomi. Dima F600. Все, видео есть. Теперь установим HD Video Box для бесплатного просмотра фильмов. Так, устанавливаем. Разрешаем в безопасности установку из неизвестных приложений, Explorer и File Commander. Без этого не работает. Еще раз заходим, устанавливаем HD Video Box, нажимаем установить. Кнопку установить. Пошла установочка. И так, все готово. Нажимаем кнопку. Устанавливаем теперь Firefox. Так, все установлено, готово. Так, теперь отсюда выходим. Все, заходим в приложение. Вот он наш Video Box. Пожалуйста. Загружается. Нажимаем ОК. Что-то не получилось, повторим. Все, есть контакт. Так, выбираем какой-нибудь фильм. Например, От печали до радости. Можно посмотреть описание, фильм 20-го года. И вот, можно, например, посмотреть трейлер. Сейчас, пожалуйста, HD Video Box готов. Можно смотреть фильмы, можно смотреть каналы. Можно покопаться в меню, там все это найти. Так, теперь используем второй способ. С помощью Explorer установлено с Google Диска необходимые файлы. Просто я часть специально оставил там, для того, чтобы вам показать, как это делать с помощью Google Диска или Яндекс.Диска. Добавляем облачные диски. Можно, например, Яндекс.Диск использовать, если у вас есть косвой аккаунт. Вот здесь вводите необходимые регистрационные данные. Я добавлю в Google Драйв. Выберу свой аккаунт. Все, пожалуйста, вот мой Google Диск. Закидываю сюда свои необходимые файлы. Вот видеофайл закину. И два приложения АПК. Видео качается. Теперь добавляем WLC Player. И добавляем TV1000 приложение. И, иными словами, WING. Так, все заканчивается на Google Диск. Так, итак, файлы на диске. Заходим в приложение. Заходим в Explore. Заходим на Google Диск. Вот он, канал YouTube. Вот наши файлы, все, которые мы копировали. Посмотрим видеофайл. Как пример. Привет подписчикам и тем, кто случайно попал на канал. Сюда также можно закидывать ваши фотографии. И также здесь с помощью плеера посмотрим. Так, устанавливаем WING. Все, установка пошла. WING установлен. Заходим. Вот он, наш WING. И так, все файлы, которые я использовал. Ссылки на них я оставлю в описании под этим видео. Этот MITY VISTIC мне предоставил магазин Жезла Нет. Ссылка на магазин будет внизу экрана. Со своей стороны могу охарактеризовать этот девайс как бомба. Вот. И рекомендовать к покупке. У меня телевизор на кухне уже прокачан. А я прощаюсь с вами. До следующих обзоров. С вами был Дема. Всем пока.